что уже активно торгуют по вашей системе другие гости. Даже так. Отлично, отлично, хорошо. Она чем хороша? Тем, что она простая, простая в исполнении. Здесь больше приходится работать уже над самим собой, над своим контролем, над тем, что видишь, куда движется рынок и как в этом движущемся движении, которое ты читаешь, совладать с собой и не войти в сделку раньше времени, не войти в сделку позже времени, а войти в сделку тогда, когда надо. Вот это вот сложно. Дисциплина. А метод торговли чем проще, чем лучше. Значит, Александр, начну с себя, поскольку, так сказать, имею возможность. Вот Гост Борис начал с комплиментов, он не начал с вопроса. Ваша система логичная, как никакая другая, пишет Гост Борис. Гост Борис поняли вас. Напишите теперь вопрос, какие есть или, может быть, что-то вы хотели узнать у Александра. Александр, как ваша неделя за последнюю неделю? Дайте нам знать, как вы сами довольны прошедшей недели с момента нашей последней встречи. Ну вот у меня позиция была интересная, бабочка. Я ее чуть-чуть раньше, эти все путы, прикрыл и выскочил уже в обыкновенных проданных путах и проданных колах. Можно было бы сделать лучше. То есть, в принципе, можно было бы и лучше. Ну, самое главное, угадал движение, угадал направление и сама по себе вот эта ловля, ну, условно говоря, движение на фьючерс РТС, она нормальная. Шорт пари пришлось его закрыть, ой, пасси пришлось его закрыть. Гады меня отступили. Причем была такая бешеная прибыль, неожиданно. Ну, как классно. Вот, но потом оказалось немножко все это, немножко не так, поэтому сейчас буду ждать перезаход в шорт по фьючерсу РТС. Ну, как раз, ой, извините, по фьючерсу на рубль-доллар. Доллар там картина не поменялась. Вот, и, в принципе, сегодня у нас формируется сигнал аптраст, учитывая особенно вчерашний бар. Вот, прогноз, спасибо, он так и остался, насколько там рынок вырос. Ну, давайте посмотрим. Ну, кстати говоря, почему получилось так? Я знаю, что вы делаете работу над ошибками, очень внимательно всегда. Вот, что произошло, почему, что вы не учили в плане возможного... В сопровождении сделки? Давайте я вам покажу. Да, давайте. Вот это самая интересная работа над ошибками. Давайте. Мне всегда понравится. Так, пошел экран? Да, видим хорошо. Значит, у меня была открыта позиция по рубль-доллару, и я не учел работу с прошлым уровнем. То есть вот здесь вот такая ситуация получилась. Значит, когда пошел, у нас был 10 августа день, когда пошло движение цены вверх, объем, всплеск объема был меньше, чем всплеск объема предыдущих часовых баров, и маленький объем, меньший объем не мог пробить больше объема. То есть здесь у нас начинаются продажи. А вот дальнейшее развитие продаж с увеличенным объемом, ну, мне показалось на тот момент, что были очень сильные продажи, и я держал позицию. То есть здесь вот уже пошли такие прям движения, 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 ух, какая прибыль прям пошла, пошла. Ну, 2000 пунктов за один день на фьючерсе рубль-доллар – это солидно. Но очень интересный момент – вот эти вот два барчика, два бара, у которых был всплеск объема, причем довольно-таки большой всплеск объема, и эти бары оказались на уровне предыдущих покупок. Вот у меня расчет был, что здесь, раз у нас здесь были покупки, то когда цена поднимется вверх к этому же самому уровню, даже если здесь окажется слабый продавец, то цена все равно пойдет вниз и протестирует покупки. То есть вот у нас здесь проявление объема, профи начинает закрывать свой шорт и начинает уже откупать, вернее, шорты и начинает уже формировать покупки. Всплеск объема, цена на уровне предыдущих покупок, все уровни начинают работать, и теперь вот это движение вверх, которое получилось на следующий день, вот первый час, то обычно, традиционно, я из зоны продаж, вот из этой зоны продаж, значит, я жду продажи. То есть у нас каким образом мы можем выстроить свою схему торговли? Представьте себе ситуацию, что вы вошли в движение цены, ну, в нисходящее движение цена идет вниз, вниз, вниз и падает на уровень. Вот здесь вот нарисуем уровень. У нас объем при этом начинает бешено расти, то, ну, может быть, там не бешено, вот этот, там, чуть поменьше бар, а вот этот бар, например, у нас будет большой. То когда цена идет вверх к этому объему, то из большого бара, как были продажи, так они должны и быть. То есть у нас цена должна пойти вниз медленно, вот здесь вот еще находятся стопы, могут их снять. А если мы посмотрим на графике, то у нас здесь стопы находились вот в этой точке, вот сюда, не дотянули до них. И у меня расчет был, что вот от этого последнего бара 10 часов августа, 11 августа, у нас возобновятся движения вниз, то есть вот цена пойдет вниз. Как раз это у нас с вами был эфир. Я рассчитывал, ну, сейчас пойдет цена, пойдет цена, пойдет цена. А она пошла поглощать. И даже из вот этого сильного бара большими продажами продажи не состоялись. В результате нарвались на поглощение продаж, и цена продолжила свое движение. То есть вот сами по себе, само по себе обычно это идет тест, либо снятие стопов и движение вверх. А тут сразу рынок оказался настолько сильным, что он просто поглотил продажи, здесь были продажи, здесь были. Поглотил, поглотил и пошло движение вверх. Вот пишет гость Борис, пишет, что это ведь наша классика спринга. Нет, здесь спринга не было. Спринга – это снижение цены под уровень. У нас здесь цена не снизилась под уровень, поэтому, к сожалению, не удалось закрыть позицию в таком хорошем плюсе, какой он был. Ну, и в результате меня вот здесь вот уже вынесло, к сожалению. А так было просто-таки великолепно. Знаете, прям радовался, как ребенок. Ох, как здорово. Вот, но зато позиция по фьючерсу на РТС, на путах, которые я выстрелил, то есть у меня были проданы колы 90-е минус… Ну, так вот, условно, с коэффициентами я сейчас буду писать. Минус два коэффициента кола 90-х. Ага. 90-го страйка, то есть у нас вот такой профиль. Затем были проданы минус два пута 82-го страйка. И куплены были пут плюс один пут 80-го страйка и плюс один пут 85-го страйка. Плюс вот так вот, пут 85-го страйка. То у нас была вот такая вот позиция. Причем страйк 82-й, где у нас и произошла эспирация, она позволяла, если бы удержал эту позицию, то позволила то, что цена бы закрылась вот здесь. То есть вообще шапочка. То есть сама по себе прибыль здесь вот у меня получилась. За счет того, что я шапочку эту закрыл, мне примерно там около 30 с небольшим процентов дало к позиции. Вот, но если бы было бы закрыть под шапочкой, то бабочка обычно у нее всегда вот такие вот очень-очень высокие. Ну, в моем лексиконе эти сисечки, а так это вот в вашем лексиконе это кошкины уши. Так что сама по себе конструкция хорошая, но когда у нас было движение по фьючерсу на РТС вниз, я посчитал, что цена вот здесь вот на этом движении, я уже здесь закрывал путы, которые были куплены. Вот, и от позиции такой вот отказался, у меня был просто обыкновенный, так, минус 82 пут, минус 82 пут и минус кол 90. В результате эспирация прошла вот в этой точке, но за счет того, что уже времена и стоимость у путов и у колов ушла, получил, на эспирацию уже не выходил на движение, когда решил, вернее, не выходить в моменте, вот как раз до пятницы, думаю, ну, пускай еще путы подешевеют, подешевеют, и не воспользовался движением, что можно было закрыть вот эти 82 путы, там буквально проскакивало они, по-моему, по 180 пунктов. Решил не закрывать, а полностью выйти на эспирацию с этой позиции. В результате у меня еще навалили колов на график, вернее, на мой счет, вместо путов. Ну, а колы 90, они просто-напросто сгорели. Так что сейчас смотрю по фьючерсу РТС, как у нас идет движение цены вверх. Сегодня классический спринг и бар продаж, который был на первом часе сегодняшнего дня, вот если здесь говорить минимум здесь, минимум дневного, то если посмотреть, вот бар продаж, большой объем. Следующий бар – слабый покупатель, цена здесь шла вниз-вверх, и вот здесь у нас получился слабый продавец. Сейчас у нас, получается, идет поглощение продаж. Вот от текущего бара очень многое зависит. Ну, сама по себе зона продаж здесь находится вот на этом уровне. Здесь может как подойти? Цена подойдет сюда, слабый продавец, и будет пробой сюда вверх. Ну, это вот такое основное ожидание по фьючерсу РТС. Либо же, я окажусь неправ, и у нас вот это все слабые покупки, а они, скорее всего, так, будет такое большое-большое сильнейшее движение вниз, брекандайс. Но, кстати, сильно вниз здесь, вот если посмотреть на дневной график, пойти не должно, потому что левее у нас в марте месяц, когда проходила эспирация, если вот сделать склейку фьючерса на РТС, то здесь у нас получился довольно-таки серьезный, сильный уровень покупок. Вот он. То есть если у нас сегодня будет пробой цены вниз, вот так, вот я вот выделю. Слева у нас был поднимающийся объем, растущий объем, то есть это истинное движение, профи здесь покупал. Здесь он уже у нас тестировал слабенькими объемами, то пробой цены вниз в текущей поддержке, цена бьет в зону покупок и от нее будет отлетать вверх, вот сюда. Алло, Александр? Александр? Сейчас, коллеги, перезайдет Александр. Интернет. Помехи на линии, сейчас, я думаю, мы вернемся. Так, сейчас, видимо, Александр попробует перезайти. Сейчас дождемся, коллеги. Я, кстати, хочу Александра попросить рассказать по нефти, потому что, конечно, тема нефти сейчас актуальна, но вы знаете, мы в позиции в ланге. Вот очень интересно будет узнать у Александра, как он видит этот рынок. Александр, все мы вас видим, ага, восстановилась линия. Александр, хочу спросить у вас. Там другие вопросы есть в чате, вы их увидите, так сказать, и ответить. А у меня вопрос такой. Нефть. Можем посмотреть фьючерсы на нефть? Очень горячая, актуальная тема. Мы купили бай по нефти и очень прям горим желанием узнать. Да у меня и график это нефти нету, я его не смотрю. Ну давайте, у меня есть график фьючерса на бренд. Да, да, фьючерсы. Естественно, об этом мы и говорим. Ну я продал фьючерс на лайтсвит, но неважно. На них корреляция высокая, поэтому... Так, надо нам найти только сам актив. Вот. И заодно скажите нам, почему вы все-таки не торгуете нефтью? Фьючерсом на нефть, я имею в виду. Да, там ликвидность очень маленькая. На российской бирже маленькая ликвидность. Да. А Игорь Кирдишов пишет, что там нормальная ликвидность. Но опять же, тут каким объемом входит человек, это понятно. Ну да. Так, а где тут энергия? Ну-ка. Нефть сорта Уралс у меня есть какая-то. Нет, это не то, да? Бренд. Или лайтсвита? Ну лайтсвита, по-моему, нет на московской бирже, насколько я помню. Угу. Так, если нам БР брать, то сейчас у нас 15-й год. А здесь даже и нет. Это там сейчас БРУ, сейчас вот так вот и найду. БРУ. Это ведь будет дисциплинка интернета. На московской бирже не можем найти бренд. Почему? Не, оно здесь есть, просто сейчас через клейк его посмотрим. Угу. А если развернуть на весь экран его? Угу. Потому что у нас здесь очень сильная зона покупок. Да, тут покупать однозначно. Так, ну давайте по-вашему, так сказать. Значит, дневка. Дневка. Вот здесь у нас были покупки накопления. Цена сейчас в зоне покупок. И давайте побарно попробуем проследить последние бары, как они находились на уровне покупок. Как себя покупатель вел на уровне покупок. Сейчас мы его раскусим. Так. Так, сейчас мы его так вот закроем. Так, у нас вот здесь вот бар покупок со слабым объемом. Слабый покупатель, цена в зоне продаж. Ожидаем продавца. Смотрим, как у нас продавец начинает давить. Смотрите, у нас получились продажи, возобновление продаж вот на этом баре и на этом баре. Уже чуть уменьшается объем, но все еще сильно, но при этом прогресса на движении цены вне. Нет, то есть у нас здесь продавец получается неэффективный. Это уровень где-то 50 баксов. Дальше получился stop in action. Сигнал, который останавливающий, так называемый останавливающий объем. А объем у покупателя здесь слабенький. Stop in action цена далеко не идет. По-прежнему цена в зоне продаж. Ожидаем, когда снова будет возобновление продаж. Пошли продажи. Продажи идут еще хуже. Смотрите, у нас пробоя уже нет. Если раньше у нас здесь был пробой, вот такой прям сильно цена улетела, то теперь после пробоя минимума у нас цена не сильно закрывается вниз. То есть увеличение объема, результата нет. Здесь у нас сидит покупатель. Покупать. Ну, опять-таки, неизвестно, какой будет покупатель. Потому что цена в зоне покупок, объем большой, сверху давит слишком сильные продажи. Покупатель сильный, продавец сильный. Здесь будет борьба. Борьба на этом уровне, ну, нужно всегда дожидаться тогда, когда борьба закончится. Это всегда бывают, знаете, такие маленькие бары с маленькими объемами. То есть когда волатильность большая, профи накапливают свою позицию или ликвидируют. Когда же начинается снижение волатильности, то это означает финал его действий. И, в принципе, это уже как раз начинается выход из рейнджа. То есть стадия завершения, она будет характеризоваться уменьшением волатильности. Когда вы видите бары большие вниз, большие вверх, ни в коем случае нельзя торговать. Потому что профи формирует свои позиции, и он как лонгистов скидывает, так и шартистов скидывает. Он во все стороны начинает раскидывать разные позиции для того, чтобы сформировать свою позицию. Вот он, пошел бар покупок, объем увеличенный. А, нет, стоп, объем даже уменьшенный. Смотрите, получается, мы меньшим объемом пытаемся пробить. И где цена оказывается? Цена оказывается в зоне продаж. Из этого бара были продажи, из этого бара тоже были продажи. Значит, сейчас у нас тоже будут продажи из этого уровня. Пошли продажи, объем увеличенный. Смотрите, очень интересный момент. У нас есть увеличение объема на движении цены вниз. Вот, например, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А прогресс у этого бара продаж слабенький. То есть он дает большой объем, а цена вниз не падает. Это говорит о том, что здесь слабый продавец. Он уже становится неэффективный. Но на стороне продавца сейчас объем. То есть он давит сверху вниз большими объемами. И цена, как бы, знаете, вот такое есть выражение. Тазик. Стоит тазик. Пока стоит тазик, еще сами мы не влазим. Тазик должен наполниться. Бар покупок. Объем уменьшается, но выше среднего. При этом цена закрывается в зоне продаж. Ожидание либо слабой покупки, либо возобновления продаж. Пошли продажи. О, вот смотрите, у нас сейчас бар появился, который по объемам меньше, чем третий бар справа. То есть у нас возобновление продаж идет все хуже. Вот он продавец был. И вот у нас продавец. Продажи все слабее и слабее. Это хорошее предзназначение. То есть вот на баре три дня назад у нас здесь был объем. Объем продавца. Против него еще работать нельзя. Как только мы видим снижение объема продавца, вот теперь уже можно говорить о том, что можно начинать покупать. Покупать уровни покупок можно начинать только после того, как ослабнут продажи. Вот сейчас продавец слаб. Он давит сверху вниз слабеньким объемом. Но при этом нужно помнить, что вот здесь у нас находятся стопы. Вот так вот по минимуму. И покупать на уровне, ну, чуть выше, чем уровень стопов опасно, потому что профи просто возьмет и нырнет за этими стопами. Ну, так называемый сигнал спринг. Нырнет, вынырнет. И в результате, если вы слишком рано купите, даже если при слабых продажах, то вас могут вынести по стопам, ну, и придется потом перезаходить. В принципе, в этом ничего такого страшного нет, но сам момент перезахода в позицию, когда тебя отстопило, ну, знаете, вот бывает очень некомфортно. Вот тебя раз отстопило, второй раз отстопило, потом плюнешь и скажешь, ну, все, больше не хочу ничего делать и не буду я торговать. А на самом деле нужно торговать, нужно заставить себя лезть в эту сделку. Объемы на продажу еще становятся меньше. Цена вниз падает уже два дня. Раньше за один день падал, сейчас уже за два дня. То есть продавец все слабее, слабее, слабее. Нам очень важно появление сильного покупателя. Пока что тот покупатель, который у нас был, ну, давайте вот букву А поставим, вот у нас здесь был покупатель, у него объем чуть-чуть даже ниже, чем у предыдущего. То есть еще не было сильного объема на покупку. Надо снять стопы, и потом только появится покупатель. Продавец слабый. Пошел объем. Это бар уровня неправоты. Такое движение, знаете, как бы вверх-вниз. То есть когда пошло движение вверх, протестировали продажи, возобновили продажи, объем увеличили по сравнению с предыдущими барами. И на этом увеличенном объеме не пробивают уровень. Очень хороший показатель такой, что здесь, скорее всего, вот это признак того, что здесь тазик стоит. Вот точка B. Продавец у нас не возобновляет движение. То есть смотрите, вот сам по себе бар, он пошел сначала вверх, в этой точке протестировал продажи и пошел вниз. То есть нам нужно нисходящее движение сравнить между собой, со всеми, со всеми барочками. Смотрите, вот здесь что получается. Бары. Вот такой объем на продажу, вот такой, вот такой. То есть стабильно уменьшаются объемы на продажу. Надо только снять стопы. Но сегодня это снятие стопов. И смотрите, если сегодня день закончится вот таким же образом, в принципе, это такой, условно говоря, слабый стопенейшн, слабо останавливающий объем, потому что у него объема еще нет. Ну, сейчас уже 13 часов 20 минут. Я думаю, уже здесь должно было быть объема. Основной признак покупок, что здесь будет сильно покупать, это будет пробой максимум этого бара. До тех пор, пока этот бар не пробьется вверх, вот, покупки все рискованные. То есть нам нужно сильное движение вверх, затем повторение, что слабый продавец, слабый продавец, слабый продавец. Вы сейчас берете просто из-под уровня. То есть это просто попытка купить сигнал спринг, но в не очень хорошей, в не очень хорошей такой точке. То есть здесь еще точка риска большая. Хорошая точка будет тогда, когда будет пробой, и мы присоединяемся к действию. В целом направление сделки у вас верное по лангам. Вот, потому что продавец слабый, цена будет поглощаться. Но точка входа по надежности. Конечно, хочется всегда купить вишенку с тортика. То есть, ну, как бы купить как можно дешевле, продать как можно дороже. Но нужно присоединяться к движению, а не быть переди него. То есть сейчас вот снять эти стопы, или может спринт, например, оказаться не сильным. То есть что получится? Представьте себе, что у нас сейчас цена пойдет в этот бар. Например, будет пробой максимума сегодняшнего дня. От прошлого бара-то у нас были продажи. То есть у нас северная цена сюда пойдет. Она будет тестировать. Так может быть лучше дождаться, когда будет тест покупок. Но сначала нужно, чтобы отступило. Да, почем хорошо отскочило, чтобы действительно отступило. Потом возобновление продаж слабо. И потом уже только идти вверх. Не раньше. Понятно. Если спринг оказался вдруг, и не спринг, а так. Спринг – это спружинивание. Знаете, вот в техническом анализе это называется ложный пробой. Здесь, в принципе, одни и те же базовые модели трейдинга. Они просто, знаете, более систематизированы в этой методике по барному анализу. Более такие четкие очертания имеют. Что, зачем, почему, когда торгуются. То есть, да, это сигнал. Но сигнал торгуется определенным алгоритмом. Вот основная задача – заставить себя соблюдать этот алгоритм. Конечно, понятно, что хотелось бы купить как можно дешевле, но нам нужно подтверждение того, что здесь сильный покупатель. Пока что еще нет ни одного бара покупок, у которого был бы большой объем. Все бары, у которых есть большой объем, это нисходящие бары. Продавец еще давит. Ну, хоть он и стал слабее давить. Ну, понятно. Ясненько понял вас. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. По-моему, там в начале было масса вопросов, да? Да, кстати, да, да, да. Давайте, давайте. Сейчас я выключу экран. И так как бы это все вернуть в чат. Ага, все, 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 понял, понял, понял. Так. Прогнозировали шорт по синим. Ну, смотрите, то, что цена пошла выше, давайте посмотрим, а как она пошла выше на рубль-долларе. Вот у нас текущая ситуация. Прям точно так же берем по дневной склейке рубль-доллар. Во-первых, у нас цена в зоне продаж. Смотрите, какие пошли… Ой, стоп, 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 экран не включил. Ага, вы цокнут надо. Да, 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 да. Все, должно пойти. То есть, когда мы неделю назад с вами встречались, я говорил, что у нас здесь зона продаж, зона одной-второй, зона вот прошлых уровней. И начинаем смотреть, как было преодоление этих уровней. По сути, здесь ни один нормальный бар вверх не закрывается. Смотрите, ни одного хорошего сильного покупателя. Вот как выглядят хорошие покупки. Вот они. Бац, 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 удар вверх. А теперь, когда у нас здесь был слабый продавец, начали пытаться поглотить этого слабого продавца. У нас, наоборот, бары вниз хорошие стали. И когда цена, несмотря на то, что она идет вверх, смотрите, как закрытие баров. Закрытие баров над предыдущими максимумами – это такие ложные пробои. Сегодня, скорее всего, цена пойдет вниз вот сюда на этот уровень, потом будет движение вверх, потом уже вниз и пробой вот этого слабого уровня. Здесь у нас слабый уровень, и цена будет уйти сюда. Ну, как бы по страйкам я так и определился уже, это 60-й страйк. Вот цель. Посмотрим, насколько цена вот улетела вверх, да, особо-то она не улетела. Это для мелких трейдеров, кто там смотрит 5-минутки, там 10-минутки, ну, давайте там 5-минутку включим. Здесь вообще этот шквал, как будто бы там улетела цена. Вот, например, сегодняшнее движение в 10.00, они же увидят бешеный бар якобы. А на самом деле, что этот бешеный бар сделал? Давайте посмотрим, даже на 5-минутки, ну, насколько он сильно далеко улетел от предыдущих максимумов. Это разве при таком вложенном объеме это результат? Разве это закрытие бара достойно? Смотрите, вот здесь у нас был объем, и вот здесь у нас был объем. Вопрос, почему при таких объемах цена не идет вверх? У нас здесь продажи формируются. Так что здесь профи толкает цену вверх. Мы смотрим трейдеры, что ух ты, доллар уже 65 рублей, 66 рублей, начинают его покупать, как будто бы он скоро будет стоить там 120 рублей. А на самом деле мы смотрим дневной таймфрейм, смотрим, куда цена придет, где она окажется. Вот здесь были сильные продажи, здесь была вообще ликвидация доллара. И когда цена подходит к уровню ликвидации актива, то, естественно, движение цены вверх, оно, во-первых, замедляется. А что видит трейдера? Трейдер видит, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а 11 дней цена растет. Ну, какой трейдер захочет, скажем так, продавать, когда 11 дней рост? Он будет думать, что 12 дней будет расти, 13 дней расти. Ну, аналитики же, как они говорят там, есть тенденция повышательная. Значит, скорее всего, тенденция повышения будет идти и дальше. На самом деле, этим легко воспользоваться тем, чтобы трейдеров заставить покупать дороже, дороже, дороже. Уровни они внизу хорошие, здесь еще уровня нету. Так, гость Борис пишет. Вы говорили о накоплении на Арии. Так и остается, да, на Арии остается накопление. Так, трейдер Вася пишет. Александр, как ваш отрасль? Знаете, пока отдыха нет, у меня сейчас начался курс интенсив и базовый курс. Вот вчера у меня впервые за всю мою многолетнюю практику обучения трейдеров урок проходил аж целых пять часов. Вот, это, конечно, ого-го, у меня до этого был свой рекорд 3,5, 3 часа 40 минут, но вчерашнее занятие у меня было 5-часовое. Ну, очень-очень здорово, конечно, эмоции все на высоте получилось за полночь, уже только пошли спать. Ну, знаете, когда идут вопросы интересные, разборы торговой ситуации интересные, это всегда очень такое, как бы развивающее, несмотря на то, что там это долго или недолго. Ну, вообще, у меня уроки такие затяжные. Это 2 часа, 3 часа, 4 часа поработать я люблю. Вот, а отдых, который будет у меня, он у меня будет, начнется с 12 сентября. Поеду на море, плескать пяточки на море, ну, посмотрим. Но я думаю, я там все равно сниму гостиницу или квартиру какую-нибудь с интернетом. Вот, так что в эфир буду выходить. Рассчитан на это с ноутбуками, со всеми атрибутами трейдера. Я думаю, в современном обществе интернет – это всегда необходимость. Кстати, здесь вот спрашивали, что нужно поменять провайдера. Знаете, вот провайдер, он один и в моем городе. Что самое интересное, я не просто, как вот большинство, там, какую-то связь кинули шнуру, нет. Я купил оптиково-волоконный интернет за 36 тысяч рублей, и все равно он у меня бывает подглючивает. Не знаю, что с этим. Ну, когда есть монополия в городе с интернетом, всегда плохо. Вот компания Абрикос, нужно плюнуть в ее сторону. Уже несколько раз это пытался делать, но, к сожалению, конкуренции здесь нет. Нужен, чтобы пришел хороший конкурент. Так. Так, Сатан, Клаус, а в безубыток переносили? Нет, я не переношу позицию в безубыток. У меня есть схема сопровождения позиций, вот по СИ. И я переношу безубыток только после определенного количества сигналов, потому что я все-таки себя причисляю к позиционным трейдерам. Может быть, это где-то немножко плоховато, то, что упустил прибыль, да еще и получил стоп. Но в целом система своей довольна из-за того, что когда берешь позиционную сделку, а это не каких-то там 5000 пунктов на рейд, а бывает там 15000 на рейд, 20000 пунктов на рейд, то есть все-все-все движение. То вот эти вот, конечно, переносы стопов в безубыток потом просто можно не перезайти. Может не быть возможность. Поэтому я лучше приму стоп и потом буду искать новую позицию. А стоп в безубыток – это возможность нарваться на тест продаж, потому что мы входим в позицию на пробой, и пробой может тестироваться. Соответственно, стоп в безубыток – это довольно-таки нормальная система переносить стоп в безубыток, но все-таки это хуже, чем просто тянуть позиционную. Вот я смотрю просто по счету, как он там растет, тает, когда убыточная сделка, когда прибыльная сделка, то количество прибыльных сделок и их размерность, оно, конечно, превышает все эти стопики. Геннадий пишет, жадность, нежелание признавать свою правоту. Может быть, может быть. Так, Сатана Клаус пишет, а забавные картины. Три понижающихся минимума специально для лохов, развод устроили кукловоды. Красава. Опционы – это для умных, а жахать байсел по графику в поиске каких-то сигналов – это и любой дурак может. Ну, знаете, вот Сатан Клаус, если вы считаете, что любой дурак может жмякать на кнопочки, там, вверх-вниз, то, наверное, у нас тут все дураки. Но опять-таки, я думаю, что те, кто жмякать на кнопочки, 90% трейдеров, они не получают прибыль. Просто научиться нажимать на кнопочку – это и любой ребенок может. Но нажать на кнопочку «Получить прибыль», забрать эту прибыль – вот это здесь уже мастерство. Вот. Так. Геннадий спрашивает. Александр, как вы определяете зону покупок и зону продаж? На исторических графиках. Я всегда изучаю историю. Там на исторических графиках все эти зоны покупок и зоны продаж, они формируются. Сатан Клаус пишет. А на ЦМЕ почему не торгуют? Ну, у них комиссии большие. Да и нет смысла. Зачем, если… Какая разница, знаете, деньги пахнут или не пахнут? На американском рынке я их заработал, на Форексе их заработал или на российском Форсе. Кому что? Здесь я не думаю, что имеет смысл менять рынок. Тем более просто на американском рынке я тренирую себя, тренирую своих учеников. Вот у меня вот ВШТ-курс, на котором мы просто тренируемся отрабатывать, торговые ситуации по сделкам, именно на Америке. Но торговать там не вижу смысла. Там у них дикие комиссии, там не резиденты. Будешь платить кучу налогов. У нас 13% налога. Милое дело. Все. И комиссии копеечные. Два рубля за контракт. Там вы будете платить 7 долларов за контракт. Вы сравните с нашими двумя рублями и 7 долларов там. А плюс еще за перенос позиций через ночь. Там везде вас комиссии так обложат, что, скорее всего, 10 сделок будет не очень больших, а комиссии понакидаете. Может быть, даже сделки сами по себе не очень плохие были, но прибыль сжирает эта комиссия. Это мой взгляд. Кому нравится на ЦМИ торговать, торгуйте на ЦМИ. Так. Роман. Так, что-то по объему направлены цены. Так, еще вопросы, вопросы, вопросы. Гость Борис. Чем выше объем на баре, надо видеть, куда он идет. Если продажа на большом объеме, и следующий бар тоже вниз, то это продавец ММ. Да. Двойным лотом. Зачем? Так, я так понимаю, что здесь гость Борис и Санклаус между собой общаются, поэтому перестану читать ваши сообщения. Вот. И буду искать другие вопросы. Так. Андрей Мурманск пишет. Мега-анализ. Очень круто. Спасибо, Андрей. Спасибо. Так. Игорь Борис. Извините, что паре на дневном графике идет сплошная зона продаж. Ну, если это не зона продаж, она находится в зоне покупок. Зона продаж, она выше. Так. Помним этого абрикоса. Знаете, друзья, я вот тоже помню этого абрикоса, который постоянно, несмотря на то, что оптиково-волоконная связь у меня проведена личная, да, отдельно купленная, ну, это вообще ужас какой-то. Откройте сами другую компанию. Да еще этим не хватало заниматься. Гость Борис пишет. Даже на недельном графике сплошные продажи. Ну, если вам нравится, я вот сегодня просто показываю, что вот я думаю, что здесь покупки. Если вам нравится, что здесь продажи, это ваше мнение, в принципе. Так. Алекс пишет. Александр, как насчет рубля на 70 рублей 35? Это насчет, наверное, доллара. Нет, я не поддержу это. Здесь у нас будет разворот. Так. Сейчас шарта, крыть путу. Геннадий пишет. На графике можете показать образование зон покупок или зон продаж? Ну, я же вот вам сейчас показывал, как вот у нас формируется. Ну, например, вот давайте рубль-доллар рассмотрим, как формируется зона покупок или зона продаж. Вот текущая ситуация. Смотрите. Даже возьмем там мелкий таймфрейм, пускай даже будет это 5-ти минуткой или 10-ти минутки, не суть важна. Смотрите. Когда у нас идет движение со всплесками объемов, в ней есть как покупатель, так и продавец. И мы начинаем смотреть. Вот здесь у нас было движение вниз, вверх, опять вниз, пошли вверх. То есть что у нас здесь произошло? Здесь были продажи, поглотили продажи. Значит, на этом уровне у нас формировалась зона покупок. Вот так. Что сейчас происходит у нас на этом же самом уровне, ну, в масштабе данного 5-минутного графика? У нас идет отскок от уровня. Там, где было поглощение продаж. Если бы, например, был у нас слабый уровень покупок, то цена не отлетала бы вверх быстро. Теперь, а где же у нас были продажи? Продажи у нас были тогда, когда получился пробой уровня. Здесь у нас получился тест пробоя. Здесь еще раз протестировали. То есть уровень у нас ослаб. Вот у нас зона продаж. Теперь, сейчас цена у нас подходит к бару, которого был маленький объем. Да, раз, два, три, четыре. Да, маленький объем на движение вниз, слабое возобновление продаж. Значит, у нас сейчас цена должна проскочить этот бар очень быстро. И тогда она встречается вот с этим баром. Вот перед уровнем продаж у нас было сильное усилие вниз. Значит, вот отсюда цена пойдет у нас вниз. То есть мы смотрим на предыдущее движение, и возникает история. История. Вот здесь были покупки на баре, вот здесь были продажи на баре. И каждую эту историю мы стараемся запомнить и побарно прочитать, что у нас будет потом, 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 потом. В принципе, само по себе ничего сложного. Главное, знаете, вот зацепиться. Зацепиться, чтобы вот этот момент, вот, аха, идея такая была. Ах, вон оно, как это все считается. То есть на самом деле это действительно, ну, как мне кажется, это простенько. Ну, и к тому же, знаете, когда бар за баром анализируешь, что очень интересно получается. Прям вообще прям вдохновляешься, что бар туда. Так, это покупатель сильный, это покупатель слабый. И на этих движениях очень интересно разгадывать, как будто мы играем в шахматы. Так, гость пишет. Андрей Мурманск, АУ, вы здесь настоящий или псевдоним? Ну, я думаю, наверное, Андрей Мурманск здесь настоящий. Так, ничего не слышно. Так, ну, я вижу, это уже влудить начали в чате. Игорь, включайтесь, вопросы закончились. Давайте Мамбу рассмотрим. Мамба, это ММВБ. Да, это Игорь Кирдишов, Пенза просит Мамбу. Просит Мамбу. Мамба. По Андрею Мурманску я, конечно, прокомментирую. Конечно, это настоящий Андрей Мурманск. Я тоже думаю, что это настоящий человек. Да нет, он все равно был в эфире. Такие люди у нас, совершенно. Легенда. Легенда. Так, ну что. ММВБ, цена в зоне продаж, продавец слабый. Сегодня у нас идет тест покупок. Если вы на экран выведите, мы тоже посмотрим. Нам же интересно. Да, вот я сейчас сегодня забываю показывать экран. Смотрите, значит, что у нас с продажей. Смотрите, цена подошла к зоне продаж. Вот здесь вот так. И смотрим, как ведет себя продавец. Раньше он падал очень быстренько, а сейчас он начинает сдуваться. То есть вот продажи, вот продажи. Вроде бы большой объем, но этот объем не дает результат. То есть у нас в этой зоне продавец слабенький. Теперь, а где же у нас покупатель? Нужно найти эффективного покупателя, потому что от слабых покупок он не сможет продавить, победить слабого продавца. То есть продавец слабый, уровень здесь слабый. То есть если цена пойдет вверх, то мы здесь все пробьем. Теперь вопрос, а где же у нас есть настоящий покупатель? Вот этот бар у нас был с большим объемом. Цена пошла вверх. Дальше вот так вот мы закроем график, чтобы было интересно. Цена пошла вверх с большим объемом. Слабый продавец, меньший объем. Опять пошли вверх. Не хватает объема покупателя, чтобы подтолкнуть. То есть у нас здесь получается вот этот уровень у покупателя слабенький. Он плохо толкает цену вверх. Неэффективный уровень. Опять пошли вверх. Цена оказалась в зоне продаж. Смотрим на продавца. У него объем падает. Продавец слабенький. Ну а слабого продавца цена вот опускается в зону предыдущих покупок. Ну а так как у нас здесь уже слабый уровень покупателя, то он не удержится. То есть цена, скорее всего, пойдет вот сюда, ниже, и она попадает в зону других больших объемов. Вот два бара с большими объемами. Соответственно, у нас здесь уровень находится чуть-чуть ниже. И что произойдет, если сейчас она начнет продавливать, например? То есть какие варианты? Первый вариант. Что цена может пойти сразу вверх, так как продавец слабый. То есть взять и поглотить этого продавца. А второй вариант – это пройти, потестировать сильного покупателя и пойти уже вверх. То есть здесь вот такие вот два случая. В принципе, нормально. Здесь отсюда покупатель слабый, поэтому я этот уровень для покупок не рассматриваю. Нужно, чтобы преодолеть сопротивление, нужно отойти от него, разогнаться и перепрыгнуть этот забор. Так, Игорь ВК. Укрепление рубля – good для Mamba, да? Да. Да, это хорошо для Mamba, что укрепление рубля. Ну тут слабые продажи на МВБ, поэтому все хорошо. С лангами – то, кто стоит в лангах по акциям, например, ну в принципе и рынку ММВБ, то все хорошо. Да, сейчас есть зона продаж, но продавцы там везде слабые. Ага. А вот насчет того, как вот рассуждают, слабый рубль хорош для экспортеров, и поэтому ММВБ растет. То есть понимаете, как мы по-разному оцениваем движение цены. То есть вы думаете, ну вот вернее так, другая сторона медали, другая сторона мысли, другая сторона Луны, да? Что ММВБ растет, потому что у нас есть какая-то фундаментальная составляющая для каких-то там экспортеров, для которых сейчас продают нефть по дорожающему доллару или по дешевому доллару. Вот как можно принять решение на сделку по такой мысли? Когда у нас проще взять бар и в нем найти сильного или слабого покупателя, сильного или слабого продавца, и на основании этого войти в сделку. Чем? Сидеть и думать. Экспортеры у нас сейчас выигрывают или проигрывают? Ну давайте возьмем там какого-нибудь там Чубайса, возьмем там олигарха, ну всех-всех-всех олигархов, и давайте подумаем, они что у нас сейчас беднеют от того, что нефть стала дешевая? Зайдите на заправку. То, что они недополучают от экспорта нефти на, может быть, международном рынке, они вас забирают за счет бензина. Бензин дорожает. Знаете, как это? У нас нефть дорожала, бензин дорожал. Нефть дешевеет, бензин все равно дорожает. Вопрос, при чем здесь нефть? Так что говорить о том, что убытки или прибыли у экспортеров, и поэтому ММВБ будет расти, это фундаментал, который не очень-то работает на нашем рынке, да и вообще на любом рынке работает. То у нас работают там объемы, здравый смысл, рассуждение сильного покупателя, слава, ну и точки для открытия позиции. Естественно, покупать нужно там, где у нас сильные покупки, продавать там, где у нас сильный продавец. Ну и не жадничать на рынке. А то вот я пожадничал, не закрыл позицию и стоп схватил. Вот. Я всегда говорю, пипсовать надо. Игорь, что такое пипс? Вот 2000 пунктов на фьючерсе рубль-доллар. Какие пипсы? То есть уже все эти 10 пунктов, 20 пунктов, это настолько неинтересно, да и больше затратно. С другой стороны, когда берешь движение в 10 тысяч пунктов на Арии, да даже 5 тысяч пунктов на одном дне. Вот низинку и макушку взять, вы почувствуете прирост капитала, ух ты. То есть тебе таких дней торговых в месяце нужно всего несколько. То есть не надо каждый день лезть в рынок, а входить в рынок тогда, когда ты уверен, что ты его понимаешь. А не когда там, ой, сейчас вверх или вниз, давайте монетку подбросим, давайте палец сожмем, там, послюнявим, куда ветер сегодня дует. Сегодня северный ветер, давайте шортить, или сегодня южный ветер, давайте лонговать, там, и так далее, и так далее. Я понял вас. Так, гость Олег пишет, да какие цели у вас разворот пассит? До 60. Так, Геннадий пишет, вы же учите закрывать позиции, закрываться вручную, если рынок идет против позиции. Да, я учу, у меня схемы сопровождения сделок есть, и вот по схеме сопровождения сделки там закрытия позиций не было, потому что не было теста покупок, не было. Вот, закрытие позиции, там вот у меня есть стрелочки, стратегия 4 стрелы, закрытие позиции, здесь должно было быть по стреле 3, но этой стрелы не было. Понятно. Александр, вы сегодня разрушили мое мировоззрение. Вы сказали, что у нас там не работает фундаментал, соотношение курс доллара и состояние олигархов, а работает здравый смысл. Александр, в России работает здравый смысл. А как же классики умом в Россию не понять? Не знаю, где они, эти классики. Классики, они уже, ну, мы должны их уважать, но они уже прошлого века. То есть сейчас современный мир, мы должны понимать, что слушайте живых учителей, а не мертвых классиков. Те, которые сейчас в тренде, те, которые сейчас в тенденции. Потому что те, которые в прошлом, они были классные, молодцы, очень много сделали для развития. Но дальше сейчас современное время требует еще больше усилий, чем было классическое. Ну, так что это мои такие мысли. Немножко, может быть, опять мы с вами какие-то конфликты будем выступать. Ну, надеюсь, что нет. Не-не, ну какие у нас конфликты? У нас с вами столкновение мировоззрения, это же самое интересное. Да, вот даже Илья Корой правильно пишет, классики плохо кончили. Так что давайте мы не будем этими классиками, а то мы плохо кончим. Лучше нормально. Я сейчас сижу и думаю, как мне сформировать позицию на опционах на сентябрьском контракте. Пока что-то ничего не идет. Посмотрим еще тоже вот так сижу и обдумываю, что придумать. Ну, просто купить колы опасненько, опасненько. А вот сразу позицию формировать, наверное, тоже нужно более сильного покупателя дождаться. Почему купить колы опасненько? Вот это интересно. Дело в том, что когда у нас идет движение цены, оно может не дойти до страйка. То есть не угадать до страйка. Вот, например, у меня чисто случайно получилось в бабочке угадать страйк. И то я этим не воспользовался. Понятие цели – это, конечно же, уровни предыдущих продаж. Но кто сказал, что на этих уровнях будут продажи? Если мы начинаем формировать позицию по профилю, ну, например, купили колы, продали дальние колы, например, бычий колл спред сделали, то он имеет ограниченную прибыль. Он имеет шикарнейший риск-реворд. То есть очень хороший, ну, малым количеством денег может зайти в то, чтобы, ну, в разы, там, в 10 раз можно увеличить капитал. Но все равно прибыль ограничена. А если цена идет через страйк, дальше что? Дальше, конечно, придется, там, ладер из него перестраивать и так далее. Но это все равно ограничение прибыли. То есть мы, как бы, гробик делаем над своей будущей прибылью. Теперь, это ограничение, если направление угадал. А если цена вообще не дошла до страйка? То есть вроде бы она идет, 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 идет и не доходит. Вот, то здесь вот у меня, когда в Данию ездил, была очень хорошая идея покупки в ноябре, месяц, конец ноября, буквально там 25 ноября, была идея купить коллы по золоту, причем дальние. Ну, наши российские опционы не подходят для таких дальних сделок, потому что у них ликвидности там не хватало. Вот, а на европейских, ну, через, например, через Саксабанк, там это легко сделать, потому что просто берешь, покупаешь очень дальние опционы, очень дальние, ну, по календарю, с исполнением там, например, через год. И, соответственно, когда цена идет в сторону страйка, хорошо, но она может не дойти, и у тебя наступает момент аспирации. А у нас опционы аспирируются через месяц, сентябрь, это будет квартальная опционная аспирация. И если она не дойдет, ну, например, возьмем мы 90-й страйк, ну, здесь близко, 9 тысяч пунктов, ну, какой будет рост у этих, ну, коллов? Ну, сейчас они стоят, там, порядка 400-500 пунктов. Рост у них будет, если они дойдут до страйка, там, 2500. В принципе, ну, 2500-3000. Если взять сотые, то за месяц сотые могут не дойти. И, то есть, вот это вот лавирование между тем, куда цена придет, а может она не дойти. Поэтому приходится выстраивать конструкции, которые более гарантированно дают прибыль, но имеют ограничение по размерности прибыль. Ну, вот как-то так. То есть, вы сейчас мечетесь между осторожностью и жадностью и еще… Да, я, наверное, жадностью еще больше всего. То есть, я вижу хорошую зону покупок и вижу, что там еще есть уровень для манипуляций. То есть, можно еще спрингануть рынок так, чтобы все испугались. Вот, ну, хотя бы там до уровня 79-и примерно по фьючерсу РТС. 79-200, вот так вот 79-500. И вот туда, если нырнуть и вынырнуть, вот это будет уже хорошая точка. Это мы метку зачерпнем, что надо. Да, с одной стороны, с одной стороны, можно купить сейчас, а вдруг не будет туда нырок. С другой стороны, шортить нельзя, потому что если будет нырок, точно так же цена выскочит быстро вверх. Не успеешь выскочить ее. Поэтому шортить нельзя, а лонговать слишком рано. Ну, а сентябрьские эти уже тоже, уже слишком близко. Вот и думаю, как нам тут… Как зарабатывать, да. Да, 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 да. Александр, гость Борис спрашивает, какие ваши критерии по определению силы объемов? Просто чуть-чуть больше или чуть меньше на глаз или в процентах каких-то? Все на глазок, друзья, все на глазок. Считываю, не смотрю никакие ни проценты, ничего. Вообще в методе Вайкоффа изначально у него разбег там 20%, если больше объем предыдущих баров, 40%, если больше объем. Ну, то есть вот такие вот есть, такие, ну, в самом, самой классике. Но я этим не пользуюсь, классические схемы. Я просто на глазок определяю объем больше, объем меньше. Сравниваю между собой, и там идет движение, значит, пошел объем. Не идет движение, идет движение без объема, значит, толпа лонгует. Я понял вас. Ясненько, Александр, спасибо большое, очень интересно. Спасибо за надежду по нефти, что, так сказать, вы допускаете вариант роста нефти. Ну, понятно, что точку входа, может, мы не самую удачную выбрали. Ну, у вас свой стиль, у вас свою торговлю, у меня свою, так что здесь, я не думаю, что у нас должно совпадать. Главное направление, а уже исполнение у каждого по-разному. Исполнение. Здесь у каждого свой стиль, у каждого свое понимание, у каждого своя готовность на риск. Например, я уверен, что у вас вход в сделку с очень маленьким риском. У меня, если будет вход в сделку, у меня будет большой капитал, 1% риска от сделки, но при этом будет, ну, стоп, например, если по фьючерсуэр-тесту, у меня примерно там 700 пунктов стоп, 1200 пунктов стоп. Попробуйте так поторговать. То есть, скорее всего, да, то есть вы думаете, ух ты, как же так, там 700 пунктов стоп. А для меня это нормально. И движение цены зато с таким, ну, скажем так, стоп, с таким стопом, оно намного лучше. То есть уже сразу изначально принять стиль, что цена может туда-сюда, эти 700 пунктов туда-сюда, целый день хоть пилить. Мелкий трейдер, он просто с ума сойдет. Он и в шорт, и в лонхе везде потеряет на этих 700 пунктов. А если позиционно вошел, ты знаешь свой риск, ты знаешь, на что ты готов пойти, чтобы потерять эти деньги. Ты к ним приготовился к потерям, они для тебя уже не существуют, и либо ты их теряешь, либо ты выигрываешь. Не, ну, понятно, что такой вариант торговли возможен только при наборе определенного, так сказать, капитала. Это для тех, кто уже состоялся, у кого уже есть хороший день. Поэтому тут, понятно, тактика, стиль будет разный. Ясненько. Александр, спасибо огромное. А вот смотрите, какой вопрос нам интересный про роботов. Меня очень часто спрашивают, а как же быть с роботами? Вот, а вдруг там роботы задействованы? Роботы у нас есть, и нормальные биржи с ними борются. Я считаю, это неправильно, то, что биржи борются с алготрейдерами и роботами. Я считаю, что здесь должны быть все. Но знайте, что любые алгоритмы пишет человек. То есть в роботах будет заложен какой-то алгоритм работы, например, надбой, тест и так далее. То есть это стандартные вещи, которые просто трейдер, когда делает... Зачем делают робота? Чтобы мозги свои немножко отключить, потому что торговать страшно, а вот робот, он как бы соблюдает алгоритмы. Нам тяжело соблюдать свои собственные правила, свои собственные алгоритмы, свою собственную дисциплину. У нас все время то вправо, то влево раскачивает наши мысли. И мы стараемся избавиться от этих мыслей тем, что делаем робота по нашим там алгоритмам. И вот робот будет... Ну, думаем, что робот будет исполнять эти сделки намного лучше, чем мы. В принципе, логика правильная. Но когда начинает работать робот, он же делает те же самые паттерны, которые делает и обычный человек. А вот система объема, он все равно покажет, что... Ну, хорошо, какая мне разница, много роботов купили или много недороботов купили, ну, называемые люди. Все то же самое. Объемы покажут, что покупает толпа. Или объемы покажут, что покупали профессионалы. Так что здесь роботы не надо бояться. Пока есть нормальные трейдеры, пока они думают свои алгоритмы, вносят в рынок, там, на пробой, на отбой. Это все очень предсказуемо. Ну, в принципе, предсказуемо уже более чем 100 лет. Так, Юрьев спрашивает. Александр, стопы сразу ставить или руками закрывать, чтобы не палить стоп? Нет, стоп я сразу ставлю. Так, Серега пишет. Главное на вертера. Не наткнуться робот-вертера. Да, помню такого. Люди не до робота. Да, да, это так. Ну, как-то вы грустно называете человечество. Я бы сказал так. Люди – это хрупкий биоробот. Может быть, может быть. Ну, слишком много недостатков у человека. И над которым приходится работать, чтобы эти недостатки убрать. Вот я много работаю над собой. Это начиная там и спорт, и дисциплина, и жесткий график режима работы. То есть я вот подключился буквально за одну минуту до начала эфира. У меня нет возможности сидеть и смотреть, там, болтать, участвовать, что-то там, ну, каким-то фоном. Потому что я знаю, что это меня расторгует. Цель моей торговли – это получение прибыли. Не знать обо всем, а прибыль. Поэтому нам нужно сконцентрироваться над прибылью, сконцентрироваться над своей торговлей, над правильным ведением, сопровождением позиции. И этот фокус ни в коем случае нельзя терять. Как только начинается какой-то шалтай-болтай, послушал Васю, послушал Петю, послушал Вову. И потом пришли к нам как-то Паша и Ваня, и стало вокруг все пованивать и попахивать. Я понял вас, ясненько. Нет, ну, с другой стороны, вы-то уже как бы в работе. А когда человек, допустим, и у нас очень много людей, которые ищут новые формы работы, новые методики, новые платформы. Поэтому здесь-то как раз-таки чем больше посмотрел, тем больше представил. Вы для себя уже сделали выбор свой жизненный, поэтому понятно как бы. Ну, давайте перейдем на такой момент. Представьте себе, что мы с вами пришли на Восточный базар. Ну, а там вот цыгане, турки, перед вами там и приправы, и ковры, и самолеты, и чашки, и чай, ну, все-все-все. Вот стоит гвалт. Какое ваше принятие решения, что купить на этом базаре? Оно будет импульсивное. Поэтому хороший покупатель, он приходит со списком и не смотрит, он не знает, что мне нужно купить на рынке килограмм колбасы, килограмм там, не знаю, чего-нибудь там арбузов и килограмм приправов. Все, больше ему ничего. И то все равно попадается и покупает всякую-всякую-всякую ерунду. То же самое и здесь. Когда мы показываем огромнейший ассортимент различных торговых возможностей, то у трейдера разбегаются глаза, ему хочется и то попробовать, и это, и тот классно говорит, и другой классно говорит, и третий классно говорит. Но вот эта, как сказать, много расфокусировка, раздрай, так называемая, он не даст вам вашей жизненной цели. Возьми лучше один способ, какой-нибудь, пускай он самый-самый чах, не знаю, там скользящую среднюю, какой-нибудь там стахастик, индикатор, но изучи его вдоль и поперек. Вот я изучил бары вдоль и поперек. Кому-то нравится этот метод, кому-то не нравится, но зато я только в нем, чтобы другие методы не входили, ну, скажем так, в мое обозримое пространство, в визуальное пространство, чтобы я не обращал внимания, потому что они будут слишком негативно влиять и заставлять меня делать другие какие-то вещи. Потому что я буду думать, а я прав, или, может, там, Вася прав, или, может, там, Петя прав, или Паша прав. А вот тот-то, тот-то сказал там какую-то ересь. И все, в результате у нас фокуса нет, и мы будем, ну, плохо торговать. Мы же здесь с вами рискуем, рискуем не только деньгами. Вы поймите, убыток, ладно, бог с ними, с этими деньгами. Когда убыток в сделке, еще переживание нервное. Вот это вот самое плохое. Вот что самое плохое во время убытка. То, что деньги там, это все отбивается, деньги-то наживно, их заработать довольно-таки просто, нормально. На трейдинге можно жить спокойно. Ну, не скажу, например, что там сразу там раз и припеваю, но это нормальное становление финансового благополучия. Но когда в голове будет раздрай, никакие финансовые благополучия не получат. Сольете все. Поэтому лучше выбрать какой-нибудь один. Пускай он будет не самый популярный метод, пускай он там, куча там критиков, но идти только по нему. Например, там опционы. Вы знаете, здесь много выступающих, у которых свой узко направленный метод, но они его знают от и до. Они мастера своего дела. И они не идут там, а вот у Васи там, у Пети еще что-то. Они не добавляют в свою торговую стратегию еще дополнительной торговой стратегии. Вот это важно. Выберите один метод, найдите какой-нибудь здравомысленный метод, который вам понравится, со своей логичностью. И торгуйте, например, там опционы, там какие-нибудь дельта-нестральные стратегии, направленные стратегии, фьючерсы, акции. Кто-то в облигациях даже. Какая разница где? Кто-то, кстати, в алгоритмах. Арбитраж, например. Ну, арбитраж, он чем хорош? Вообще ничем не рискуешь там, да? То есть тоже, казалось бы, политика, не привязываешься к направлению. Ты играешь только на разнице спредов в арбитраже. Хорошее направление. Какая разница, куда пойдет рынок? Главное, чтобы спреды то увеличивались, то уменьшались. Вот на этом зарабатывает. Вот философия. То есть какая разница, какой метод. Главное, чтобы ты выбрал его, кто-то, который нравится по стилю. И уже вжился в него всем сердцем и продолжал идти, 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 идти. Ясненько. Хорошо, Александр, спасибо вам огромное. Очень интересно. Желаем вам удачи на рынке. С удовольствием узнаем ваши результаты. Какое же решение было принято по сентябрю? Если вы нам скажете... Да я смотрю, я смотрю, что, наверное, ничего не успею. Скорее всего. Потому что смотрю уже по времени. Наверное, не получится. Ну, посмотрим. Пока еще торговой ситуации здесь нет. Увидим, увидим. И узнаем у вас как раз, получилось или нет. Это же самое интересное. Спасибо огромное еще раз, Александр. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Всем пока. Удачи в торговле. Спасибо. До свидания.